И интервью после полуфинальной игры Монте-Кларка между командой Зубры и Стражи. Главный тренер, квотербэк, капитан команды Стражи Виталий Гнев. Виталий, ну что, твоя команда проиграла, но боролась до самого последнего, как львы. Что ты скажешь? Ну, в принципе, результат, если так объективно анализировать игры Зубров и их состав, то, можно сказать, была предсказуемая. Конечно, футбол такая вещь, когда в последний момент может решиться, и много факторов, которые влияют на результат. Были у нас некоторые заготовки, которые прошли. В принципе, скажу, что подготовка к этой игре более-менее прошла. Но не избежали мы, конечно, и глупых ошибок. И было приятно сыграть с такой командой такого высокого уровня. И хорошо, что столкнулись и в составе с легионерами. Было приятно просто даже находиться на поле. Плюс, как закалка, как и морально, так и физически. Это очень полезная для нас игра. Будем делать выводы и пытаться развиваться, естественно, дальше. Виталий, скажи, пожалуйста, ваша команда в самом начале пропустила три быстрых тачдауна. Это повлияло на моральный настрой? Нет, честно говоря, 30 тачдауна от Зубров не удивили. Но и как-то вот мы не расстроились. Время было, и вот какая-то была такая внутренняя уверенность. В принципе, морально подготовились хорошо, на самом деле. И поэтому, может, и выдержали, и смогли еще что-то показать свое. Виталий, мне очень понравилось, как сегодня команда играла в атаке. Особенно мне понравились твои длинные передачи. Это были те самые заготовки, о которых ты говорил накануне? Один из моментов, да. Ну и несколько вариантов по выносу. Мы пробуем добавлять более сложные компоненты в работе линии с целью не просто красивого футбола, а именно с целью побороть больших линейных защит. То есть работать фронт было бы тяжело. Поэтому мы пытались такими хитростями сбоку сбивать. И вот эти изменения движения бегущих, фейки. Виталий, скажи, пожалуйста, а чего не хватило сегодня твоей команде? Ну, общей тренированности и сыгранности, на самом деле. В принципе, по габаритам меньше, но бороться можно. Хочется всем, точнее, хочется от команды получить больше отдачи на тренировках в плане посещения. Ну и вот тогда результаты явно пойдут на улучшение. Виталий, скажи, пожалуйста, ты получал совсем недавно травму, достаточно неприятную, травму ребер, если я правильно помню. Скажи, пожалуйста, сегодня травма не повлияла на твою игру? Нет, я успел залечить. В быту еще она где-то дает о себе знать, но на поле при активных действиях про не забываешь. Тем более получилось много других отвлекающих моментов, более острых. Поэтому на ту травму как бы внимания не обращал. Виталий, сегодня накануне игры в твоем ростере вашей команды появилось несколько новых имен. Александр Жуковский, Евгений Горавский. Скажи, планируете ли вы усиление еще накануне матча за третье место? Ну да, у нас играли игроки из клуба «Паганцы», за которых в свое время, вот два-три года назад несколько лет подряд мы выступали, когда своим вставом не могли. И вот у нас сложились такие как бы дружеские отношения. И да, они будут продолжать за нас играть, доигрывать сезон. Мы все видим в этом плюс. У нас небольшая скамейка, нам игроки не помешают, а им для развития игрового опыта тоже необходим, чтобы не сидеть, не ждать следующего сезона. Поэтому у нас такой вот тандем образовался, будем играть. Отлично. Виталий, спасибо большое за интервью. Удачи твоей команде в игре за третье место и удачи в развитии. Спасибо большое.